Организация американских государств направила ноту протеста послу Азербайджана в США Ильину Сулейманову. В тексте сообщается, что Организация американских государств внимательно следила за односторонним вооружением Азербайджана в течение пяти лет и сей факт, несомненно, был подготовкой к вооруженной агрессии. Организация американских государств сообщает, что обладает доказательствами о полной ответственности Азербайджана за конфликт в Нагорном Карабахе. Ссылается на заявления Франции о протурецких боевиках, связанных с ИГИЛ, а также на Министерство обороны США, подтвердивших наличие сирийских наемников. Армения уже выразила готовность вести переговоры, в связи с чем, по мнению Организация американских государств, Азербайджан должен сделать то же самое. Организация американских государств осудила обстрел гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха и призвала возобновить переговоры минской группы ОБСЕ. Тем временем, в Азербайджане видеозаписи ударов беспилотников по позициям армян транслируют на улицах, прямо на рекламных счетах в Баку. С самого утра столица Карабаха город Степанакерт под бомбежками. Люди в убежищах. Снаряды падают совсем близко. Ситуация быстро усугубляется. Кто-то это связывает с неудачами азербайджанской армии на поле боя. Кто-то наоборот. Ранее президент Карабаха обратился к руководству Азербайджана на фоне нанесенных ракетных ударов по военным объектам в Гяндже. По словам президента, удары продолжатся, если Баку не остановят обстрелы жилых кварталов Карабаха. «Остановитесь, пока не поздно», — заявил Рутюнян. Иранцы наблюдают за войной у соседей. Иранские азербайджанцы следят за Карабахской войной. Как рассказывают коллеги, они очень радикально настроены по отношению к армянам, и чуть ли не с презрением им сказали, мол, мы тут в Иране противостоим США, а вы не можете одолеть Армению. Министр обороны Ирана Хатами призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. По его словам, Иран уже сделал серьезное предупреждение Армении и Азербайджану после ошибочного обстрела территории. Жизни граждан и безопасность священных земель Исламской республики Иран — это жизненно важные вопросы. В корне неприемлемо, если на территорию нашей страны будут беспечно падать снаряды. Министр заявил, что Иран примет решительные меры, если участники конфликта допустят подобное вновь. Сирия призывает правительство Азербайджана не попадать в ловушку Турции и начать переговоры с Арменией. Сирия всегда подчеркивала необходимость борьбы с международным терроризмом и наказание тех, кто его подпитывает. В первую очередь, оккупационных властей Турции, заявил посол Сирии в России Рияд Хадад. На мой взгляд, Асад имеет полное право предостерегать Азербайджан. Но правда, не только же экспертам, многие из которых в жизни не бывали в Сирии, с умным видом раздавать советы Асаду, как ему бороться с терроризмом и бандитизмом в своей стране. Как говорит Асад, Сирия и сирийский народ хлебнули достаточно горе из-за амбиций турецкого руководства. Нет, не условный ИГИЛ — наша главная проблема. И даже не курды, а Турция и США. Международное радио Франции сообщает, что боевики из Ливана, Сирии и Латинской Америки вызвались сражаться за Армению во время конфликта в Нагорном Карабахе. Хотелось бы, конечно, знать, из какой хоть страны Латинской Америки эти боевики. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok